Здравствуйте, познакомимся для начала. Меня зовут Валерия Колпакова, я фронтенд-разработчик в команде AdVteam ВКонтакте и до недавних пор работала в Юле в команде монетизации, где мы год трудились над созданием лендингов, над оптимизацией процесса доставки их на прот. И, собственно, работаю фронтенд-разработчиком я два года, но я думаю, что у меня есть что вам показать, рассказать и, собственно, погнали. О чем мы сегодня будем говорить? Во-первых, поговорим, для кого интересен этот будет доклад. Также расскажу, что такое лендинги, для чего они нужны, почему они такие важные для нас были. Посмотрим на один из кейсов Юлы, с которыми мы столкнулись. Также поговорим про проблемы и про их решения. Что ж, поехали. Кому будет интересно, если вы работаете в большом проекте и отдельно развивающейся сущностью, и у вас есть некоторые проблемы с тестированием, с разработкой этой сущности, возможно, есть проблемы с перформансом или же проблемы с выкладкой нового кода этой сущности на прот. Вот, собственно, давайте погрузимся в контекст и поговорим, что такое лендинги, с чем их едят и немного даже фактов расскажу. Вот. В общем, вот так выглядят лендинги. Лендинг — это несколько экранов с интерактивом для пользователя, с внедренным туда рекламным контентом. Собственно, первый факт о лендингах. Лендинги открываются в WebView в приложении Юла у нас. Вот. И второй из фактов — приносит большой доход. Хоть и время жизни их достаточно мало, оно длится от недели до месяца. И один из самых главных фактов — это то, что лендинги, они должны быть податливыми, гибкими к изменениям. То есть к вам может прийти заказчик и сказать, у нас произошел ребрендинг, мы поменяли там корпоративный цвет с красного на зеленый, и надо лендинг подправить. Вот. И вы соглашаетесь, естественно. Что ж, с чем может столкнуться каждый? Итак, представьте, к вам приходит PM или заказчик. В общем, кто-то вас очень-очень спросит сделать лендинг и очень быстро. Собственно, дают на это много денежек, и вы говорите, окей, поехали. Что ж, давайте вместе с вами пройдемся по тому флоу разработки этих лендингов, с которыми мы, собственно, и начинали. Во-первых, так вот, первым делом мы где-то в недрах Юлы находили эту маленькую папочку с лендингами нашими. Создавали еще одну с новым названием этого лендинга. В общем, начинали добавлять к нашему проекту различные стили, возможно, даже не юловские, а стили от заказчиков. Также были у PM-ов очень крутые идеи и механики. И мы, конечно же, создавали новые компоненты, создавали что-то типа аккордеонов, что-то вроде карусели с выбором. В общем, всякие различные штуки, механики, которых не было до этого на Юле. Ну и, соответственно, прибавлялась парочка библиотек в этот большой проект Юлы. Вот. Собственно, красили кнопки, верстали, все дела, все отлично. И переходили к код-ревью. На код-ревью, на самом деле, было много вопросов от наших коллег. Почему мы используем какие-то левые стили, а не карповые? Почему мы там заиспользовали, задублировали несколько компонентов? В общем, на все эти вопросы приходилось нам отвечать. Вот. Ну, в общем, мы проходим это код-ревью. Ура. И садимся дожидаться релиза. Что ж, давайте поближе посмотрим, что это за шестой пункт. Почему у меня так крупно выделено на экране? В общем, 99% того, вот это точно, что вы попадете на предыдущий релизный цикл, в общем-то, приложения. И вот вы будете дожидаться его один день. Вот у нас приходило всегда так. То есть мы приходим с задачами и говорим, ой, нам в релиз выкатиться, давайте, давайте. И они такие, ага, погодите. В общем, мы ждали один денечек и садили наши задачки в релизный поезд. И что, собственно, происходило? Во-первых, происходил регресс, тестирование всех тасок, регресс, значит, приложения. Вот. И в самом худшем случае у нас выявлялись некоторые баги. И, конечно же, нам приходилось дожидаться, пока их решат, пока они, собственно, накатят на них хотфиксы и так далее. Собственно, в худшем случае, как мы посчитали, в общем смысле, мы тратили на этот релиз 5-6 дней. Вот. Ну, ура, 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 хлопаем. Мы выкатили наши лендинги. Так. Ну, тут бум. Опять не хлопаем. Приходит маленькая ошибочка, возможно, орфографическая. И где-то вы написали не привет, а тивирп. Вот. В общем, скопировали с макетов, вставили, а там была ошибка. Что ж, а еще может быть такое. К вам приходит заказчик, возможно, пьем и говорит, слушайте, у нас дау упал, кнопочки не кликаются, давайте кнопку пожирнее, посередине там экрана и так далее. Там картинки поменяем, давайте все-все-все. И вы такие, ага, спокойно, не нервничать. И поехали. Значит, идем на правки, значит, опять отвечаем на вопросы коллег, затем релиза дожидаемся и, собственно, все по кругу. Что ж, лендинг выкачан, вроде правок больше нет, но в итоге оказалось как-то очень сильно медленно. Заказчик чуть-чуть грустит, мы немного тоже грустим, потому что прошли такие круги ада. И, собственно, давайте все-таки подытожим проблемы, а то я все рассказываю и рассказываю. Значит, наверное, вы уже поняли, к чему я веду, какие проблемы будут. Во-первых, это самая большая проблема наша была. Time to market. Один месяц разработки от получения макетов, ну не от получения макетов, от согласования с заказчиком до выкатки на прот у нас со всеми правками выходил один месяц. Мы учитываем то, что наши лендинги имеют вообще время жизни очень маленькое. Смысл в том, что один месяц для лендингов – это типа очень много. Мы теряли заказчиков, разработчиков мы только не теряли. Мы теряли деньги собственные, а теряли мы очень веселых разработчиков. Они становились грустными. Собственно, 22% мы высчитали от этого месяца уходило, собственно, на релиз. Ну и также у нас были запросы, у нашей команды были запросы на более что-то легковесное, что-то технологичное, типа свелта, реакта. Ну и, конечно же, нам хотелось обернуть наши лендинги в end-to-end тестирование, что-то подобное, поработать с этим, чтобы находить более раньше ошибки выявлять. Также были, соответственно, были проблемы с перформансом, потому что у нас была большая обертка в виде юлы над нашими лендингами, и это было тоже очень грустно. Ну и, конечно же, хочу рассказать про наших коллег, которым очень не везло, когда мы приходили и выбирали их на ревью, и говорили, вот эти 77 изменений вам, да, пожалуйста, киньте свои задачи в сторону, и, пожалуйста, посмотрите на это. В общем, мы плакали, потому что мы себя чувствовали очень грустно, и они тоже не очень радовались. Вот. Что ж, мы посидели, подумали, подумали, что так больше продолжаться не может, и решили сделать отдельный репозиторий. Оп. Так, мы разделили, знаешь, чем мы и занялись. Мы разделили эту изоляцию, грубо говоря, на несколько этапов. Первым делом мы вынесли уже существующие лендинги. Их было всего три. Очень-очень хорошо это было. Вот. То есть мы их разделили на пакеты и с помощью YARM Workspaces контролировали их в версионировании. Вот. Также мы настроили сборку с помощью многим известного Edelab CI. Здесь, как вы видите, один из шагов деплоя у нас end-to-end тестирование. Собственно, да, мы его действительно смогли заиспользовать, накатить эти тесты с помощью Cypress, благодаря тому, что удачно выбрали архитектуру и выделили наши лендинги друг от друга отделили. Вот. Также мы не забыли сходить на бэкэнд и поправить наши engine конфиги. Что ж, давайте чуть поближе посмотрим на них, что здесь происходит. Во-первых, к нам приходит ссылка на наш лендинг. Вот. И мы ее мэтчим с нашей доктриной, на которой у нас захаркоженное название этих лендингов. Вот. Выделилось сильненьким. Что ж, наверное, если кто-нибудь из бэкэндеров здесь, full stack, что-нибудь такое, возможно, у вас уже возникли мысли, почему это плохо и почему нас никто не остановил. Тоже хороший вопрос. Так вот, мы это выкатили и получили такую вот проблему. Каждый раз, когда мы создавали новый лендинг с новым названием, нам приходилось бежать в эти конфиги и хардкодить еще одно, в общем, менять конфиги, собственно. Вот. Чем это было чревато? Во-первых, в 50% случаев мы приходили на эту ссылку и такие, а почему у нас ничего не работает? А мы такие, ага, мы забыли поправить конфиги. Блин, блин, блин. Ладно, побежали обратно. В Nginx и запихнем туда новое название лендингов. Вот. А во-вторых, одна из самых грустных проблем была, это то, что нам приходилось дождаться релизного цикла бэка. Здесь хочется отметить, что релиз бэка и релиз веба на Юле, он у нас проходит, собственно, в одно и то же время. То есть нам приходилось, опять же, если веб упал, то нам ждать надо пять дней. В общем, та проблема была очень актуальна. И мы решили унифицировать наши лендинги. Наверное, как и стоило было сделать первый раз. Но мы с таким не работали до этого. Поэтому мы решили во второй итерации уже унифицировать и прибавить к нашим лендингам некий префикс в виде SP. И потом в доктрине написать некоторую регулярку, которая, собственно, парсила бы наши ссылки на сервер CDN. Вот. Ну и вернемся к нашему, значит, репозиторию отдельному. Что из последнего мы сделали? Это перенесли используемые сервисы. Одним из сервисов была аналитика. Одним была возможность открывать ссылки в внутренние, к примеру, на Юле какие-нибудь категории. А еще некоторые внешние ссылки, также на сайты заказчиков, к примеру. Ну и третье, естественно, мы сделали сервис, который ходит за пользовательскими данными в приложение. Так как на Vaview… Здесь хочется пояснить, да, почему, зачем вообще это надо. Так вот, здесь хочется пояснить, что на Vaview изначально нет данных о пользователях никаких. То есть приложение-то хоть знает, что авторизирован пользователь или он не авторизирован, зашел он под VK или не под VK. В общем, всякие различные штуки. А Vaview как раз-таки об этом не знает. Вот. И нам необходимо с Vaview делать запрос в приложение, где мы будем получать ответ в виде JVT-токена, который, собственно, и будем использовать как пользовательские данные на Vaview. Вот. Что мы, собственно, и сделали. Ну, на самом деле, это одни из таких глобальных этапов. И, наверное, вы спросите, насколько долго здесь вообще это все проходило. Может быть, там, месяц. Я не знаю, у кого какие догадки могут написать там в чатик. Ну, и, наверное, я вас, может быть, удивлю, не знаю. В общем, нам удалось все провернуть это, выделить наши лендинги всего за спринт. Что ж, ну и какой профит мы с этого получили? И получили ли вообще? Давайте посмотрим. Значит, что изначально у нас было проблемного? Во-первых, месяц разработки, конечно, никому очень не нравился совсем. И мы, конечно же, вот, когда выделили наши лендинги в отдельные репозитории, мы смогли избавиться от, то есть, не зависеть от релизного цикла большой юлы. То есть, мы сказали back-web сами, а мы с лендингами, собственно, самостоятельно будем выкатываться хоть каждый день, хоть пять раз на дню, дожидаться там пайплайнов и хоть все любые изменения без проблем улетят там за один день. Также ограниченный стек технологий перешел в то, что сейчас мы пишем наши лендинги на преакте, более легковесном, то есть, 3 килобайта он занимает, и вообще у нас подрос TTI. Ой, нет, он у нас не подрос, а наоборот упал, потому что это time to interaction. Не помню, время всегда должно падать. Так вот, и, конечно же, сейчас мы обернули наши лендинги в end-to-end тесты сквозные с помощью Cypress. Что ж, насчет проблем с перформансом мы также немного выкрутились, так как избавились от большой прослойки юлы, и, собственно, опять же перешли на преакт. Вот. Здесь мы уменьшили количество неиспользуемого кода на 20%. И, конечно же, хочется сказать про наших коллег. Теперь, сейчас мы можем, имеем возможность выбирать тех людей для ревью, которые действительно понимают, что это было за, что это за проект, что это за код. То есть, мы имеем возможность выбрать тех людей, которым мы готовы передать наш код на ревью. Вот. И небольшой вывод ко всему тому, что я сейчас рассказала, это то, что дробить проект на самом деле не страшно. Ну, вот то, что я вам показала, это действительно те, как сказать, этапы, на которые мы смогли разбить нашу вообще вот эту изоляцию, так называемую, и смогли поэтапно, каждому, дав задачу на этом этапе, сделать ее более упрощенной. Вот. И, конечно же, чем раньше вы сможете сделать шаг назад от кода и посмотреть на более глобальную, обширную проблему, на вашу, допустим, сущность, на тот кусок кода, над которым вы работаете, и понять, что она действительно не подходит под тот большой проект, нуждается в релизах постоянных, нуждается в правках, то есть мало зависит от большого проекта, тем быстрее и лучше вы сможете ее изолировать. И, конечно же, небольшой посыл, взвешивайте все риски, нюансы своего проекта и дерзайте. А на этом у меня все. Благодарю за внимание.